мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований сегодня алифу нужна твоя поддержка прими участие внеси свой вклад ссылка на донейт в описании кавказский мужчина он не обманет это первое качество второе он не бросит в беде а третье я 20 лет прожила с кавказским мужчиной кавказский мужчина вообще мужественный очень вот добропорядочный честный вот всегда придет на помощь и защитит они очень хорошо относятся к такому возрасту как я уважительно всегда уступят место думаю что кавказский мужчина все должен быть первую очередь добрым обращаться к жене как вот ну как вот любить ее должен ценить они мужественными должны быть и они должны как бы воспитывать этому своих детей в первую очередь он должен быть нежадный сильный вот как остерегать слабое звено там своих женщин в семье маму жену детей да показывать пример вот уважать старших старших уважать как здесь должен вот потому что старшие как старшие они у них как бы сказать должен пример брать и опыт вот от старших надо брать опыт потому что как бы не хорохорились молодежь но опыт это главное в жизни ну какие есть у нас на кавказе сильные крепкие мужественные защитники уважающие женщин матерей и детей ну кавказских мужчин необычное немножко воспитания у них очень большое уважение к женщинам очень большое очень глубокое уважение к старшим это с уверенностью говорим потому что у нас папа кавказский мужчина так они конечно гордые начнем с того что он он у нас один ребенок и ему приходится делать все самому соответственно не на кого особо надеяться испирать на младшего брата или сестренку у меня сыновья во многом принимали участие в общественной жизни школы еще в советское время вот но мне один сын и у нас семья казачья поэтому мы старинных правил поддерживаемся так как и моя мама велась у нас не повышает сыновья на матерей голос надо как-то к старшим обращаться за опытом от себя чему не пороть потому что иногда когда они это делают получается ошибки а потом ох ах а уже поздно разгребать эти ошибки ну в строгости надо воспитывать в строгости за ювенальную юстицию я никаким не сторонник ни в чем потому что они очень быстро сейчас понимают что и начинают спекулировать любовью и уважением родителей у каждого свое мнение должно быть не надо ему навязывать какие-то свои мнения какие-то социальные нормы должны быть а остальное сам ребенок должен решать что касается дружбы и так далее то есть не должен быть под каблуком до должен сам решать с кем дружить чем заниматься чем как чем увлекаться и я считаю что так